Водителям скорой помощи нужно поднять зарплату. Наряду с этим необходимо провести обновление парка неотложек. Такое мнение высказали в Павлодаре депутаты Мажелиса. Народные избранники посетили областную станцию скорой помощи. Уже несколько лет там реализуется пилотный проект по модернизации службы, позволявшей достичь международного уровня работы медперсонала. А за последние три года работники скорой помощи не допустили ни одного смертельного случая. Оснащение станции медикаментами и медоборудованием сейчас стопроцентное. По всем направлениям республиканских автотрасс в радиусе 50 километров действуют пункты скорой помощи на территории опорных сел. Поэтому время прибытия бригад на дорожно-транспортные происшествия и срочные вызовы сократилось в два раза до 8 минут. Это самые высокие показатели в республике. Депутаты Мажелиса побеседовали с коллективом станции. Там трудится 1200 сотрудников, 240 из них – водители, от которых зачастую зависит соблюдение «золотого часа». В данной ситуации сейчас мы видим о том, что необходимо, конечно же, дополнительное финансирование, видите, да, вот касательно и заработной платы. Мы знаем, что заработные платы сейчас повышены, но, как мы видим, да, что все-таки работа водителей скорой помощи, она требует больших затрат, да, и, в общем-то, она, наверное, связана и с рисками. И, соответственно, здесь вот тот вопрос, который поднимался о том, что необходимо дополнительное повышение заработной платы, я думаю, оно должно быть рассмотрено. Дополнительное финансирование, оснащение инфраструктуры, наверное, необходимо. Поднимался вопрос о том, что необходимо обновление транспортного парка, потому что идет большой износ. Продолжение следует...